Еще для фотографий, знаешь, чтобы было компактно. На самом деле, женщины все понимают. Только от этого никому не легче. На кровати она сидит, от стыда немая, нежности говоришь и целуешь плечи. Ночью мелькают в радостном кровоте. Та эта рыбка ее апельсиновой долькой, губа у тебя. А после губы проходит. С благодарностью вспоминаешь потом, да только знаешь, что самое нежное вы умолчали. В общем, как в этом тексте, довольно крестно. Главное было сказано в самом начале. Но до конца читаешь, ведь интересно. Точка. Разошедшееся солнце раздувает пламя почек, колокольня покачнется, тень из купола прольется, потечет к моим ногам. Жизнь знакома, словно почек, но читаю по слогану. Из сухой культи пробился маленький фонтан цветочков. Плачу, либо пыль от липы, либо просто ветер, либо мне пора домой вернуться, наконец поставить точку. В общем, я опять влюбился, но и бросили меня. Жизнь витальна и локальна. Свет мучительный тонок. В гробе шкафа морг битает. В отражении зеркальном пополу ползет ребенок. Кошка молоко локает. У меня исчезли веки. Слишком ясно, слишком точно. Все, что было, все, что будет. Бесконечно, словно точка. И не выплакать вовеки. И ни с кем не разделить. И еще одно. Стол, тень от капель на стекле. Букет, дозябнущий скелет. Белесый день и талый свет. К закату ближе, ровный и желтый. Ты понимаешь, все живи. Серьезность маленьких вещей. Таких, как ракушка и желтый. Как память бывших встреч легки. Святые эти пустяки. И вот однажды, вопреки и логике твоей, и воля. Хоть мир вокруг, жесток и гроб. Из желудя родится дуб. Из ракушки возникнет мода. Спасибо.